Важно отметить, что Петербург живет своей невероятно красивой современной жизнью благодаря не только героям фронта, но и героям, которые в годы блокады трудились в мирных учреждениях, в том числе, конечно же, театрах нашего города. Мы говорим об артистах. Сегодня в памятный день, 18 января, в день прорыва блокады Ленинграда, в Театре Марионеты к имени Демини открывается экспозиция редких кукол и фотоматериалов, которые, словно отражение тех дней, расскажут о жизни театра в годы войны в материале нашего коллеги Андрея Яковлева. Он уже там. А точнее, даже он уже там и готов нам сказать, я надеюсь, доброе утро. Доброе утро. Перед вами удивительные куклы, которые были найдены сразу после прорыва, после прорыва в 1843 году. На фронте 630 спектаклей дали они, актеры, которые исполняли и играли эти спектакли, погибли, а вот куклы чудом сохранились и приехали в город Ленинград. Ленинградский государственный театр «Кукол» давал множество концертов и выступлений и работал во времена блокады. И подробно обо всем нам сейчас расскажет народная артистка России Фаина Ивановна Костина. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Фаина Ивановна, были спектакли и во время блокады. Несмотря на очень суровое время, в городе шла жизнь. Как жил театр? Театр жил очень, да. Это суровое время. Эти актеры не пали духом. Ну, естественно, Евгений Сергеевич Домини всем этим руководил. Были какие-то запреты придуманы. Никогда не говорить о еде. Ни один спектакль не был сорван. Из разных концов города актеры приходили и спектакли шли. Вы посмотрите, какие замечательные спектакли смотрели ленинградцы в те времена. Вот сохранилась афиша «Кукольный город». Вы знаете, оказалось, что в 1939 году была написана, а в 1941 оказалась патриотической. Потому что там была война игрушек и крыс. Фаина Ивановна, это те самые куклы, которые принимали участие в этих спектаклях? Да-да-да, это все то же самое. После войны мне даже посчастливилось сыграть в этом спектакле. Понимаете, он безумно был интересен, он был яркий. Он как-то давал какую-то пичу, что не все потеряно, что все будет хорошо. Несмотря на то, что была блокада, были тяжелые времена, время голода и холода, самое главное – холода. Как куклы выжили в этот период? Куклы – это удивительная вещь. Все понимали, что это художественная ценность. И ни одна кукла во время войны не была сожжена. Когда были даже очень серьезные морозы, и здесь было находиться почти невозможно. Но кукол берегли, жгли все, что угодно. И стулья, и старые декорации, но только не кукол. И даже потом в эвакуацию часть вот этих кукол, которые действительно хотели сохранить для потомков, были вывезены с багажом, который разрешили отъезжающим 30 килограммов багажа. Они везли 10 килограммов кукол. Сейчас мы с вами стоим прямо у окна, как раз здесь, за окнами блокадный Ленинград, из театра «Кукол». Да, это вот наш перекресток знаменитый. А кто были зрителями в то время? В то время зрителями вначале, конечно, это были и дети, потом это были ремесленные училища, потом эти были уже просто одни взрослые. А в конце наших спектаклей смотрели молодые солдаты, которые потом, вот после окончания спектакля, их на Садовой сажали в трамвай и везли на линию фронта. Это были молодые ребята. Вот, они воспринимали эти спектакли так же, как дети. Как дети, потому что там было много интересного в этом спектакле. И, ну, молодые, молодые. И потом шли выявить. Огромное вам спасибо. Легендарный театр, легендарные куклы, все это в театре марионеток имени Демини. Приходите и посмотрите. Сейчас в блокадные дни как раз есть такая возможность увидеть все эти вещи, все эти раритеты своими глазами.